Катаклизмы, они дают людям возможность быть успешными. Потому что если человек пошёл в панику, значит он теряет себя. Если человек в это время в депрессняк ушёл, он теряет себя. А если человек сохранил себя, значит он стартанул. Потому что после катаклизмов сразу те, кто сохранили себя, они становятся успешными. Потому что конкурировать не с кем. Все остальные повымирали. И вымирание не означает, что вирус тебя скосил. Означает, что у тебя мозги кончились. Знаете, почему все скупают туалетную бумагу? Я вам сейчас объясню. Причина очень простая. Как только первый случай коронавируса будет в России, все оба... И надо вытирать. Потом второй случай, опять то же самое. Надо много туалетной бумаги. В этом причина. На самом деле вирус есть, есть. Убивает людей, убивает. Как относиться? Смеяться над этим? А он один президент страны посмеялся и заболел вирусом. И вся страна была против него, этого президента. Вирус тоже над ним посмеялся. Он посмеялся над вирусом и вирус его скосил. Бояться означает тоже проиграть. Смотрите, как интересно. Не бояться означает проиграть. Бояться означает проиграть. Вот и все. Вот эти две категории. Не бояться означает жизнь страсти или вера в удачу. Да нафиг, ничего не будет. Я как бы в самолете лечу. Я имбирь жру. Я маску не надеваю, потому что в ней душно мне. Вот я имбирь жру, мне нормально. Я могу видеть, кто болеет, кто не болеет. У вас нет здесь коронавируса, но разные вирусные инфекции есть. Вот у вас, допустим, только переболели вы. Да ладно, вот сейчас прям вирус есть, вы не знаете. Имбирь жрите, и все будет нормально. Вот. Вот.